Но антитарбиновская риторика и аргументация катастрофистов помогают креотионистам, обжая их и научными доводами. Ссылаясь на них, креотионисты торжествуют. Ученые, оттанивающие факты непредвзято, доказали, что Земля подвергалась всеобщему успешению в воздействии космических сил. Это находится в полном согласии с Библией. И добавляют, раз наука повергла радуализм и вернулась в катастрофизм, то идея всемирного потопа, краска победы Земли и отсутствие эволюции тоже научной. Катастрофисты не рады таким похвалам. Но великие катаклизмы у Луиса Эйвальдера Эльвареса, Стивена Агульда, Дэвида Раула, Китера Варда, Ричарда Ли, Айвена Сандерсона и Виталия Полищука доволи напоминают современные трактовки Ноева Потопа и послепотопья украциалистов Вальсиана. Может, в принципе, катастрофизм лучше градуализма соответствует факту. Вспомним суть обоих учений. Согласно старым катастрофистам, гигантские катаклизмы не раз губили жизнь на огромных пространствах или на всей планете. Согласно старым градуалистам, вымирание и преобразование лика Земли шли постепенно вследствие обычных или малых гео- и биологических сил. Поскольку Земле миллионы лет не оттуждают катаклизмы, все сделали малые силы. Но природа сложнее схем, и оба учения изменились. Катастрофисты признали эволюцию, большой возраст Земли, значимость малых сил, важность актуализма в познании прошлого отреклись от идей полного уничтожения жизни. Градуалисты признали крупные изменения мощи и скорости гео- и биологических процессов, восприняли у катастрофистов идеи органетов, ледниковых периодов, экосистемных кризисов, пусть и наполнив их в соответствии с фактами иным содержанием. Словом, зерену катастрофизма немало, но есть и приятные. Катастрофисты считают, что отбор и адапта ГНС значили бы у людей меньше, чем его величество случаев, устранение доминантов катастрофами, открывавших прежним парею новые ниши. То есть, миром и ныне поправили гинрозавры, не убей их 65 миллионов лет назад, чексулупский болит. Или вендобионты, не срази их кембриям другой астероиде. Эти версии подаются как твердые факты, служа катастрофистам для представления в эволюции как и в игре в рулетку, а краэльзианистам для отрицания эволюции. Вот почему важно знать, действительно ли геловая биота смятена катастрофистами. Нельзя согласиться и с искажением катастрофистами взглядов для эльдии и тарвина. С них и начнем. Относительность длительности событий. По удалении в прошлое постепенно окажется мгновенным от нарастания неполуды геологической летописи и потому, что сто или тысячи лет мало в сравнении с миллионами. Геологи считают быстрыми процессы, длившиеся не более сотой и даже десятой общей продолжительности расплатываемого промежутка времени. Поэтому многие их эпизоды, скачки, спазмы и кризисы не катастрофы в обычном смысле. Они шли сотни и тысячи лет при Стоцене. Много тысячи и миллионы лет в более древние времена. Но за последнюю тысячу лет порт Купсал в Швейти удалился от моря на 60 километров. Остров Гергалан из Большого стал маленьким. А берега Каспия не раз смещались на многие километры. Лишь от разной оценки времени ледниковые периоды до Кембрия кажутся эпизодами, а кайнозойские долгим и многофазным. Гиастрофы, анастрофы, медленные катастрофы. Это крупные, надолгие фазы активации сил, вполне или отчески затухающих, разделяющие их промежутки. Сотни и тысячи лет длилась хвалынская трансгрессия Каспия в позднем Бюрме. Смены ледниковые и межледниковые и плейстоцения. Великая регрессия океана с мессимским кризисом в конце миоцена. Миллионолетние диастропы, суть орогенезы, фазы хорообразования, эпохи усиления вулканизма и дрейфолицеферных плит. Лишь по странному недоразумению эти длительные процессы порой противопоставляют градуализм. Эпизодические процессы извержения области, землетрясения, обвалы, цунами, паводки, шторма, ураганы перемещают и отлагают массу материала и создают много ископаемых. Их часто противопоставляют для ездивской суммации и малых сил, сводя последние ежедневные и незаметные эрозии и остатка накоплений. Зря и Болиэль, и Дарвин полностью признавали местные катастрофы, включали их в реальные малые силы, считая баснями лишь глобальные катаклизмы. Эффекты крупнейших доисторических земных катастроф. Извержение Майору около 250 тысяч лет назад до колоссальных сейн. Но он не истребил Магопаву Африку, потерявшую часть виду до или после бедствия. Столь же мало повлияли катастрофические прорывы из иранских прелетниковых озер на вымирание маунтов. Землетрясения, цунами, ледники, мулканы за миллионы лет не истребили Моа и много других птиц в океании. А люди и крысы управились. Похоже, лишь виды с малыми ареалами могут быть сметены катастрофой. Но ведь есть еще силы небесные. Импакт удар на землю астероида или кометы. Его следы в слоях рубежа мела и каинозоид, точнее, мастристоедания, такие. А. Геннамский кратер на Юкатане. Б. Слой гневного осмия, платины ирития. Прослое между мастристоеданиями. Вот. Б. По днём на Губе Гаити юг. США дектипы, стекловидные застывшие брызги плавленных пород и битые зерна кварца. Г. Болыб выжников от цунами на юг. США. Отсюда идея, что болит с 10 км дал взрыв на миллиард или 2 кг Росима и Магацюмане смело всё живое в Дехасе. Раскалённые камни били ящеров до монтаны, ураганы перегретого воздуха с паром катили и шпарили их по всей суше. Высловы разбуженных вулканов, горячие отложения серы, распорошенные астероидом гипс морского дна, пар перегретого моря, сар горящих лесов дали адскую смесь с ярмой, угольной, азотной и прочих кислот. Она лилась многодневными планетарными зимнями. Мариан, лилась точечистая азотная кислота, продукт гометных разных. Кислоты травили почвы, пресные воды и море, растворяли раковины, панцири, раков, моллюсков, форамених и полипов. Сгорели леса, на вулканы гнали и панцири, панцири, панцири.